Здравствуйте, уважаемые зрители! Это Инсталайф для абитуриентов. Сегодня мы продолжаем говорить о поступлении в Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. На этот раз речь пойдет об ординатуре. Напоминаю, что все свои вопросы вы можете задавать в официальный аккаунт Инстаграма Казанского федерального университета. А сейчас перед началом я хочу представить наших гостей. Хайрединова Лейсан Анасовна, заведующая аккредитационно-симуляционным центром. Гайфулина Раушания Фаритовна, первый заместитель главного врача по лечебной работе медико-санитарной части Казанского федерального университета, заместитель директора по лечебной работе и базам практик института. Абдулхаков Саяр Рустамович, заведующий кафедрой фундаментальных основ и клинической медицины. И Мерзянов Марат Исмогилович, заведующий кафедрой профилактической медицины. Итак, приступим к вопросам. И в первую очередь я бы хотела вас попросить рассказать общую информацию об ординатуре в вашем институте. Уважаемые подписчики, уважаемые абитуриенты, с 2019 года в нашем институте, в институте фундаментальной медицины и биологии, мы реализуем программы ординатуры, а с 2020 года программы медицинской аспирантуры. На базе института фундаментальной медицины и биологии создано пять клинических кафедр, которые реализуют все программы ординатуры. На сегодняшний день по программам ординатуры обучаются 216 ординаторов. Это ординаторы из различных регионов Российской Федерации, из ближнего и дальнего зарубежья. Наверное, познакомлю вас с клиническими кафедрами. Это кафедра мундаментальных основ клинической медицины. Заведующий кафедрой сегодня присутствует здесь, это Саяр Устемович Абдулхаков. Это кафедра профилактической медицины, вновь созданная. Её заведующий тоже сегодня с нами здесь, это Тимирзянов Марат Исмогилович. Это кафедра стоматологии и имплантологии, заведующий кафедрой Раис Габасович Хафизов. Это кафедра хирургии, акушерства и гинекологии, заведующий кафедрой Сергей Викторович Зинченко. И это кафедра хирургических болезней постдипломного образования, заведующий кафедрой Михаил Владимирович Бурмистров. В этом году приём по программам ординатуры мы будем осуществлять традиционно с 1 июля по 11 августа, а также по программам аспирантуры с 26 июня по 30 июля. Направление аспирантуры это 4 направления медицинских и направления биологической науки. Подробная информация о правилах приёма размещена на официальном сайте приёмной комиссии Казанского федерального университета. Наверное, многих абитуриентов интересуют бюджетные места по программам ординатуры и по программам аспирантуры. В этом году по программам ординатуры выделено 139 бюджетных мест на 29 специальностей ординатуры, а приём по программам ординатуры мы будем проводить на 39 специальностей клинических, поэтому часть мест будет только внебюджетных. Количество вне бюджетных мест пока неизвестно и информация появится в начале июня месяца этого года. По программам аспирантуры количество бюджетных мест по направлениям медицинским 12, по биологическим направлениям 39 мест. Что хочется сказать, что на сегодняшний день мы достаточно успешно реализуем программы ординатуры. У нас обучаются ординаторы первого года обучения, второго года обучения, их количество составляет 216 человек. Клиническая подготовка всех ординаторов проходит на базе медико-санитарной части Казанского федерального университета. На сегодняшний день наша университетская клиника, являющаяся медико-санитарной частью, является одним из ведущих учреждений здравоохранения федерального уровня. Ну и о клинической подготовке, наверное, более подробно расскажет Рушиня Фаритовна, первый заместитель главного врача. Добрый день, уважаемые подписчики, коллеги, уважаемые будущие наши абитуриенты, студенты. Что касаемо подготовки непосредственно клинических базах, это действительно основная база, это медико-санитарная часть Казанского федерального университета. Это многопрофильный стационар, который на сегодняшний день насчитывает 840 коек. Это отделение всех направлений, хирургических в первую очередь, терапевтических, кардиологических, кардиохирургических. Имеется свой роддом, в котором тоже проходит подготовка ординаторы по направлению акушерства и гинекологии. И есть своя поликлиника 44 тысячи прикреплённого населения, где тоже проходит подготовка ординаторы как терапевтического, так и хирургического направления, также и профпатологического направления. В общем, все ординаторы находятся на этих базах. Что делать, если при подаче заявления в ординатуру нет военного билета? Это обязательно или нет? Нет. Если наши абитуриенты задали такой вопрос, я так понимаю, это вопрос абитуриентов, то я им советую очень подробно и внимательно читать ту информацию, которая размещена на сайте приёмной комиссии. И там указано, что военный билет не является обязательным документом при подаче. Он подаётся только в том случае, если он имеется. Так, как проходят всё-таки вступительные экзамены на ординатуру? Какое их количество? Как подготовиться? Есть ли примерные варианты вопросов? Где это посмотреть? То есть коротко об этом, пожалуйста. Правилами приёма также регламентируются вступительные испытания. Вступительными испытаниями в ординатуру является тестирование, которое может абитуриент проходить во время вступительных испытаний с 12 по 16 августа. У нас, например, в Казанском федеральном университете. Либо он может подать итоги тестирования, проводимого в рамках аккредитации специалиста. Отлично. А тестирование проходит онлайн или в оффлайн режиме? На сегодняшний день в рамках эпидемиологической ситуации подразумевается оффлайн проведение тестирования. Если эпид-ситуация будет меняться и что-то изменится, то мы сообщим и эту информацию на сайте приёмной комиссии, возможно, и онлайн-тестирование как вариант. Но пока по правилам приёма тестирование будет проводиться оффлайн. Отлично. А какие достижения вообще учитываются при поступлении? Учитывается ли медицинский стаж? Да, всё верно. Правилами приёма также регламентируются различные индивидуальные достижения. Они ранжированы, они подробно описаны в правилах приёма. И абитуриенты могут также с ними ознакомиться. Единственное, на что хочу обратить внимание абитуриентов этого года, мы ожидаем изменения в порядке приёма, возможно, поменяется и вот этот ранжированный список, и перечень, и критерии к индивидуальным достижениям. А на данный момент, вот в прошлом году, какие были критерии? На данный момент нормативными документами, регламентирующими порядок приёма по программам ординатуры, является приказ 212Н Министерства здравоохранения Российской Федерации, в рамках которого мы работаем. И все индивидуальные достижения прописаны в этом приказе. Абитуриенты могут ознакомиться. Но медицинский стаж, конечно, является одним из существенных критериев. И наряду с дипломом, красным дипломом, различными публикациями, стажем врачебной деятельности или, например, стажем среднего медперсонала. Супер. Поговорим об иностранных студентах. Могут ли они поступить на ординатуру в ваш институт? Если да, то какие у них критерии, как им проходить вступительные испытания? Все зависит от того, гражданами какой страны они являются. Закончили ли они вуз в нашей стране или за рубежом. Здесь все индивидуально. И в зависимости от этого они проходят либо тестирование также на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации, либо они проходят внутреннее тестирование на портале Казанского федерального университета. И если есть такие абитуриенты, то им, наверное, лучше ознакомиться также с правилами приема. А если будут какие-то вопросы, они могут нам звонить, и мы уже подскажем. Единственное, о чем хотела бы сказать, что все программы ординатуры реализуются только на русском языке. Отлично. Я как раз хотела задать вам этот вопрос. Где располагается приемная комиссия вашего института? Многие не знают, теряются, в каком здании, потому что их много. Приемная комиссия по программам ординатуры расположена по адресу город Казань, улица Карла Маркса, дом 74. Отлично. Можно ли отправлять документы при поступлении по почте, либо нужно приносить их лично, руки в руки? В этом году правилами приема регламентируются два варианта. Вы можете прийти и принести наручный документ, и второй вариант вы можете их отправить по почте. Но в любом случае вы должны зарегистрироваться в нашей системе Казанского федерального университета и подать заявление. То есть подача заявления, она обязательно в системе онлайн Казанского федерального университета. И прием документов, он осуществляется с 1 июля по 11 августа, далее с 12 августа по 16 августа это прием вступительных испытаний. И далее, если вы все-таки прошли конкурс и решили поступать к нам на бюджет или на вне бюджет, в любом случае вы должны будете принести оригинал диплома о высшем медицинском образовании. В этом году это является обязательным, наряду с согласием на зачисление. Вот я обратилась к прямому эфиру, тут спрашивал человек. Добрый день, скажите, пожалуйста, при поступлении в ординатуру баллы за работу в ВИК будут учитываться или нет? Очень хороший и актуальный вопрос. Как я уже упоминала, на сегодняшний день нормативный документ, согласно которому мы сейчас вывесили правила приема, это приказ 212Н Министерства здравоохранения Российской Федерации, в котором, к сожалению, работа в ВИГах не учтена. Но, пожалуйста, дорогие абитуриенты, следите за информацией, следите за новостями на сайте приемной комиссии Казанского Федерального Университета в разделе ординатура. Если будут меняться нормативные документы, значит, мы будем вносить изменения и в правила приема. Вопрос, который волнует всех, это вопрос общежития. Предоставляется ли оно и где оно находится? То есть, либо это деревня универсиада, либо это студенческий городок? Всем иногородним ординаторам, поступившим на первый год обучения, мы предоставляем общежития. Это койко-места в деревне универсиады. Они предоставляются на все годы последующие? Они предоставляются на первый и второй год. Нормативный срок обучения по программам ординатуры на сегодняшний день 2 года. И поступая в ординатуру, иногородним всем ординаторам предоставляется койко-места в общежитии. Это деревня универсиады. Отлично. Ну и последний, наверное, заключительный вопрос. Вообще, в принципе, как проходит учеба в ординатуре? Чем занимаются ординаторы? Пишут ли, исследуют что-то? Большое спасибо за вопрос. Я думаю, пришло время представить слово нашим заведующим, заведующим клинических кафедр, которые реализуют программы ординатуры, программы медицинской аспирантуры. Это Саяр Устемович и Марат Исмагилович. Мы вам даем слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, наши будущие коллеги. Что касается непосредственно процесса обучения, то если мы говорим о клинической специальности, о клинической кафедре, то, конечно же, большая часть обучения проходит в стенах клиники. В данном случае основная клиническая наша база – это медико-санитарная часть федерального университета, наша так называемая университетская клиника. И это, конечно же, курация больных, это посвящение обходов врачебных совместно с сотрудниками кафедры, это клинические разборы, это участие в клинических конференциях, это обсуждение тяжелых сложных клинических случаев. Ну и, конечно же, мы настраиваем наших ординаторов на то, чтобы они буквально каждый шаг шли за пациентом. Если пациент идет на какие-то диагностические процедуры, то ординатор, который курирует этого пациента, он обязательно должен сходить посмотреть, как проходит то или иное исследование, научиться интерпретировать его результаты. Ну и помимо клинической, чистой клинической работы, конечно, большое время ординаторы тратят на дополнительное самостоятельное обучение, то есть это, конечно, чтение того огромного количества литературы, которая сейчас есть и доступна. И надо понимать, что рекомендации практически по всем специальностям, они обновляются очень быстро. И поэтому нужно успевать следить за новостями для того, чтобы быть в курсе новых современных методов диагностики и лечения. Что касается научной работы, это, конечно, очень интересная и важная составляющая обучения в ординаторе. И все те ординаторы, кто желает начать, кто хочет начать и включиться в какой-то из научных проектов, мы рады их участию и с удовольствием их включаем в наши научные команды. Я думаю, что Марат Самодилович, может быть, что-то тоже добавит. Да, добрый день, коллеги. Ну, знаете, простым языком, вы приходите к нам, у нас супер. У нас действительно хорошо, у нас замечательная база, у нас високалифицирные специалисты. Более того, в период ординатуры, благодаря огромной работе профессорского преподавателя состава, мы возвращаемся к тому, что определяем по каждому нашему ординатору наставников. Что такое наставник? Они постоянно вместе, есть возможность проконсультироваться и, более того, максимально находиться обок со старшим товарищем, когда можно выполнять все те или иные процедуры в практическом здравоохранении и получать удовольствие от того, что ты делаешь. Так что приходите к нам, милости просим. Любые ваши предложения по улучшению работы в период ординатуры, какие-то новшества, которые бы вы хотели видеть в системе здравоохранения в целом, мы готовы внедрять, улучшать. С учетом того, что на нашей кафедре работают и главные врачи, есть возможность вообще ставить такой приятный и полезный отпечаток в системе здравоохранения по улучшению и оказание качественной медицинской помощи нашему населению, не только республике, но и в том числе Российской Федерации. Ребята, так что милости просим. Замечательно улыбающие наши коллеги не могут ни в коем случае что-то утолить, говорят только правду. Я думаю, а попытаться прийти к нам и узнать эту правду нужно вам. Ждем. Обязательно приходите к нам в ординатуру. У нас лучший вуз. Спасибо. Ну и на этой приятной ноте я предлагаю закончить наш инсталайф. Спасибо большое вам за развернутые ответы. А нашим зрителям я напоминаю, что все инсталайфы можно посмотреть в официальном инстаграм-аккаунте Казанского Федерального Университета. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!